Здравствуйте! Мы сегодня приехали с вами на лозе, которая находится буквально в 5 минутах езды на машине отварной. У болгар есть понятие вилла, загородный дом и лозе. Это участок земли, предназначенный в первую очередь для выращивания виноградных лоз и всего остального, что обычно растет у нас на огородах. То есть лозе – это дача по-нашему. Вот там такой огромный резервуар для воды. Дождевая вода собирается, видите, сооружение из труб специальное, с крыши. Когда обильно идут дожди, это все заполняется и поливают городинки, поливают свои лози именно отсюда. Что ты, мультика? Да, знакомый, мультика. Вот она. Ну а это самый важный инструмент для работы на огородах. Просто я знаю, что старые люди, они все время мотыгой работают. Мэгги говорит, что ей неудобно работать мотыгой, и сейчас она покажет, почему. Правила лопата с приспособление. Тука слажь крака, или тука завис как тебе по-удобно. Обаче пониже за десен крак на мене не ми много удобно, но сейчас я покажа. Да, может, оставим ее отворено. Тука не мутичка, это старая какая-то тесла. Това тесла. Тесла. Да, тесла. Это старая? Угу, много. Это досталось от кого? От родителей? От свекорми, сикорми. Тесла досталась от свекра. А вот современные инструменты Мэгги покупала уже сама. Мэгги – очень интересный человек. Она самостоятельно научилась вязать, шить, вышивать и изготавливает болгарские национальные костюмы практически на профессиональном уровне. Но об этом будет отдельный разговор. А сейчас про ее работу на лозе, огород. Небольшой участок земли вместе с частью дома достался им с мужем по наследству от его родителей. Но для работы на этом участке Мэгги использует не традиционные болгарские методы, а русские. Точно так же, как и большинство болгар, Мэгги хорошо понимает по-русски, хотя и не говорит. И вот в интернете, на ютубе, по видео российских блогеров, она изучила наши современные технологии и секретики, которые и применяет на своем лозе. Да, но и различные неща при различные русские. Не съм го виждала или са ги показвали, нали? Аз съм гледала клипчета от такива. Как интересно! Да, това ми е много важно, това исках да кажа. Нали, че ако нещо не мога го намеря на български, винаги съм го намеряла в някой русский сайт. Някой го е показал и то, нали, широка руска душа. Руска душа делят се, да. Ясно. Это лук, это копор, который укроп. Так, это мог донос с прошлого года, я понимаю. Это тоже новая, сам тост. Другие гунямы, корейные, ясно. А где же эти вот яичные пакетики? Саша покажет долго. А вот это вот с яичными коробками. Технология. Откуда ты эту технологию придумала? Сама? Не, в Дягуфа. Прирускинти. Да? В градинке? Да. Ага. А это в тепличке, сейчас посмотрим, что. Слитка и у меня красничка, мячи. Да, и там еще одна. Да, и ты също е красавица, да? И два, и два, и два, и красавица. Да, другого то не е, обаче. Околко семена сложи? Огурчики. Оф, вижте, трябва, ги тема да ги полееш и не заминат. Ти са заминали? Не са. Не са заминали. Не са, аж ги полеете и ще гумат. Да, мати. А ты, защо те си го убила, да ти пази влагата? Не, да не са да треват. Екар е поливната стима, пусна не смея, вече. Вери, иди само за една седмица, гей колко трябва. И всичкото е бъде красавица с пръск. А вот там сколько ягодок на черешни. Завизи. И вот смотрите, как рационально используется каждый клочочек земли. Вот здесь вот между виноградом, рядами винограда, горох посадили. Грах. А там вон ягоди. Това е спаляш, му хлубника. Това е много праскова, бе. А на лицето енде. Тиким образом. И слушай тега. Милата година, но и там, даде много полочи ягодок, колкото това тук. Да, но таза година свище даде. Дали ще даде даде с година? Малко, че съм няма. И височко е ягоди, бе. Цвета е ягода. И все это на горе. Поэтому таки, видите, интересные участки. Да, уже сосед. То не се купае назад. Каке назад? Ами назад. Назад, значи назад, ето. Ама то не се купае назад. Ами се купае напред. Напред, знаете, ето е така. Това нещо се обръща, ето. Ааа, тоест, подсыпаешь сюда, вперед. Прием. А это для че? Это как да гряды делаешь? Или трава уби? Ами не, така се купае напред. Винаги се купае напред. Всегда копае. Да, и казва, че не е. По-лешно е, значи не се купае така, а леко мутиката на една страна. Или на тъс, или на тъс. Да. За да може острата част, за острата част да усечеш. Изпользоват. Да, ето. Тоест, немножко ее бокъм ставиш. Так. Бокъм, какво е бокъм? Так, как ти делаешь? Разобрались. Ето, това значи. И когато купаеш, не стъпваш в току-що изкупам ту. Ааа. А кръката на странни, за да не... Не... Топчеш са, да. Да не тъпчеш там, къде току-що си купал, защото става безмислено вече. Ето, ето. А пък, когато не трябва да купаеш, ами замахни само тревата, да срубати може, да. Точно. Ето. И пак малко тъй по-настрни, защото е по-лесно. Ето. Угу. Тоест, здесь используется мотыга не для того, чтобы рыхлить землю, а просто убирать траву. Да, само отгоре е това нещо да се почистят. Почистят това. На Георгиев день идёт дождь, то что? Всяка капка дъж и жълтица. А, всяка капля дъждя и жълтица. Тоест толкова е... По това време толкова ценен той дъжд, да вали дъжд. Это очень важно для градинок. Меги, той, 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 той ще коля, не. Бача, ну, сухо. И вожче не са. Много трудно. Что-то е сухо. Угу. Нет. И те, буты е така. Нет. Выпрыки, че, долая моку. А вот эта лопата... Права лопата. Старая скока. Да, това е на свекър, но той го е правил това. Угу. Приспособление на... Ама на мен е така, не ми е удобно никак. Да. Той ще се для правих ног. Да, пък на мен е ми удобно с... С левия крак, с цялата сила, ето. Угу. Ето. И това е нещо задължително и така. Да. Ето. А, пък когато копай с мутиката, няма как да го скараш. Угу. Ето. Поставила тишина специально, чтобы вот уровень поддерживать земли. И таки в гуме автомобилник. Ну да. И там долой момент, что две гулеми гипазы за някори. Свекр Мэгги вложил огромный труд, создавая это лози. И он завещал сыну поддерживать его, заботиться о нем. Что и делают Мэгги со своим мужем. Ну вот мы с вами и познакомились с Мэгги и с ее лози. А также увидели, по-моему, очень интересный пример того, как интернет и конкретно наш любимый ютуб стирает границы и объединяет людей во всем мире. Если вам было интересно, поставьте нам лайки и оставайтесь на моем канале, где будет еще много интересных рассказов. Спасибо.